Привет, друзья! Наконец-то закончились дожди. Ну, вроде, это всего на пару дней. Попробуем сегодня с вами покопать. С трудом проехал к одной деревне. Права, конечно, уже высокая, но еще мягкая. Катушка ее ложит. Так что походим, поищем. Была здесь деревня с царских времен и до времен СССР. Попадаются здесь и банки, и дефлофосы, и вся вот эта чепуха. Но находочки здесь были. Походим, посмотрим, подышим. Может быть, нам чего-то улыбнет. Да, расскажу вам еще одну историю с той песней, что, знаете, есть, говорят люди, денег много не бывает. Вот история будет про то, когда денег было реально много. Это создавало проблемы. Много говорить не буду. Пойдемте искать. Вот такой вот вид открывается взору. Птички поют, солнышко светит. Красота. Не знаю, слышно вам или нет, где-то соловей поет. Еще утро. Роса, думаю, перегобутся или нет. Пойдем с вами в ту сторону. Почему-то мне хочется в ту сторону. Пойдемте. Красиво как. Так, был сигнал похожий на шмурдяк. Уже выкопал несколько таких. И вот какой-то, какой-то у нас с вами находочка. Опять вроде какой-то обломочек или чего. Ну, посмотрим. Если что, вырежу. О, ушко вижу. Походу чего-то сломано. Секунду. Да, это крестик сломанный. Я его еще чуть-чуть и зацепил подушком, потому что был сигнал мусора. Видно образ, но сломан. Не ведет мне на крестики. Редкость это у нас. Людей, смотрю, копают десятками штука. У нас вот так. Ну что, все равно находочка забираем. Был красивый сигнал. Красивенный. 46-44 пелотерка. Копнул всего пару раз. И вот смотрите наши с вами находка. Это по всей видимости Монитосина. Медь. Медь. Это всегда зергут. Так, медь ты кто? А кто его знает, кто? А кто его знает, кто? Секунду. По всей видимости это 2 копеечки Александра. Орел видно. Тереть не буду сейчас. Смысла не вижу. Походу я МК. А если успею, почищу. Ставлю фотографию. Первая монеточка. Первая монеточка. Хо-хо. Покружим. Еще минут 30 ходьбы в царстве загадочных сигналов. Вот перед этим вырыл такую штуку. Не знаю, чего оно. Подумал сразу ручка с ручного насоса. Она толстая. Вот таких здесь находок много. Но не об этом. Был, как я говорю, загадочный сигнал. То ли пробка, то ли совет, то ли золото или металлопластика. И вот наша монетка. Конечно же золото партии. Хоп. Иди к нам. По размерам триунди льда. Он самый. Три копеечки ранних советов 1931 год. Вот найти бы 45-й я находил. Он чего-то стоит. На мороженое бы было. Это так просто. Коробочку находочка. Забираем. Однозначно забираем. Почти дошел я к Киевам. Сколько уже мусора выкопал. Был очередной загадочный сигнал. Что-то долго искал, разрыл. И вот она скатилась. О! По размерам чего-то большое. Наверное, целый пятак. Три четвертого года. Секунду. Во какой красавец. Пять копеек ранних советов 1956 года. Сохран неплохой. Химии здесь нет. Почистим. Если выйдет красивый, обязательно вставлю фотку в карман и продолжим. Бабочка. кушает, наверное, бабочка. Вот под таким кустиком очередная находка у нас. Такая, что можно показать. Где она? Во! С одной стороны Билла хорошо, как империя, с другой как какашка. Монетка. Оле-оле, ты кто? Ага, секунду. Да, это у нас империя. Одна копеечка, если я правильно вижу, ЕМ. 1819 год. Копеечка Александра. Ну, состояние такое. Но, как я всегда говорю, находочки мы не выбираем. лучше такая, чем никакая. Продолжим. Вот на краю поля кукуруза растет. Был сигнал какой-то странный. Бегало по всему. туда-сюда было и 28, и 35, и 40 проскакивало. Комар укусил за задницу. И вот наша находочка. Если так бегает дискриминант, значит все плохо. Так, секунду. Секунду. Да, это у нас как алик. Даже и не знаю. Проступает зелень. Если удастся чего-нибудь рассмотреть дома, после жестокой чистки, здесь уже все равно, то напишу. А если нет, то не обессудьте. же видите. Продолжим. Красивые бабочки. Люблю эту пору года. Надо будет сюда приехать, когда скосят сено походить, раз весной не успел. Продолжаем. Мы уже рядом. Скоро дойдем. Вот это был домик. Здесь деревня шла вот так отсюда и туда. И наоборот. Вот здесь был дом и пошла туда. А за ней река. Долго стояла и при царях и при союзе. Но здесь подымается очень быстро трава. Будем ждать сенокоса. Но косят не везде. Да, был у меня сигнал красивый, звонкий, но не монета. скатилась. Еще не смотрел. На монету было не похоже, но был красивый. Звонкий, тонкий, звонкий. Ну, тяжелое чего-то. Как шайбочка. Так, я через камеру не вижу. секунду. Это по всей видимости пломба. Пломба. Ну, какая-то тяжелая, наверное, не царская, но пломба. Ее чуток саданул, наверное. Помоем, посмотрим, чего написано. Какая железная дорога. Ну, что, находка. Забираем. если представится такая возможность, залезем и туда в кусты. Был красивенный сигнал империи. И вот наша монета. Смотрите, какой оттиск остался. монета. Вот монетка. Она просто скатилась в ямку. Положил, чтобы вы видели. Но так бьет, если такая размерами, только одна монета. Деньга. По ощущениям она, а так не вижу. Секунду. она самая деньга 1740 года. Две черты. С этой стороны у нас просматривается красавица Релдуглавый. Я думаю, почистится и чего-то будет. Для такой монетки состояние обычное. Вот такая вот красавица. Забираем и покружим. детстве мы такую траву называли куричья слепота. Не знаю, с чем это связано, но так почему-то мы ее боялись. Куриная слепота. Да, друзья, чего хотел сказать. Если копаете на сенокосах, зарывайте ямы, потому что когда сена будут косить и останутся ямы или бугры от вашей деятельности, в следующий раз, если вас тут увидят, вы узнаете о себе очень много интересного. Вам расскажут, чего взять и куда идти, и вспомнят и ваших родителей, особенно маму. И больше вы здесь копать не будете. Так что учтите это. Не будьте свиньями. Ищем. Знаете, кому везет. выдохнул. Если честно, орал. Здесь никто не слышит. Все равно никто не слышит. Чтобы не сглазить, руки не брал, но я думаю, это оно. Смотрите, вот такой вот ямы тянут неглубоко. Смотрите, это оно. Я думаю, первое в этом году. Первое. Хо-хо. Думал, честно, совет или, как всегда, крышка. Иди сюда, иди сюда. Хо-хо-хо. Давай фокус. О-хо-хо. Да-да-да-да-да. Оно-но-но. Честно, сдерживаю, чтобы не загорать опять. Такие находки не очень часто. У-хо-хо. И руки дрожат. И ноги дрожат. Класс. Хо-хо. Я же здесь был уже дважды. У-хо-хо. Да. Я думаю, это золото. Потому что ни один металл так не сохраняется в земле. Сейчас протру. Да что тут тереть. Класс. 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 Хо-хо. Поздравляйте меня. Хо-хо. Первый рыжик в этом году. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду. Хо-хо. Секундочку. Да, друзья, смотрите. Вот она заветная. Вроде бы 583-я или 5-я. Не знаю, еще какая-то вон за корючка. Обручалочка. Наверное, женская. потому что на мои пальцы не налезет явно. Класс. Хо-хо. Вот это тебе нежданчик. Это в этом году первое место. Коп занимает первое-первыхое место. Класс. Помою, делаю фотографии, взвешу. Обязательно вам напишу. Хо-хо-хо. Класс. Все, продолжим. После обильных дождей море грибов. А грибов точно наберем. Я все еще здесь. На четвертом круге почета возле кольца был красивый сигнал. Мушки лезут. И вот наша находка. Это чего? О! Это я даже сразу увидел. Это звезда. Звезда-ты чья? Опа! Звезда моей молодости. Хо-хо! И Ленин всегда молодой и юный. Октёп впереди. Кто такие носил, тот меня поймет. Звездочка октябренка с ображением Ленина в юности. Ну, эмаль чуток слезла. Защёлки, конечно же, нету. Или сгнила, или так и потеряли. Ну, что, заберем. Находочка. Заберем. Как поёт, а? Сходил я к тем деревьям, но, увы, там трава уже даже мне по пояс. Ловить нечего. Будем ждать. Или когда скосят, но там навряд ли. или осенью. Так. Зайдём сейчас в отвати кусты. Посмотрим, чего здесь. Можно здесь походить или нет. О, дерево какое. Там лично растёт. По всей видимости, где-то здесь был дом. Ну, походить, в принципе, можно. сейчас прошвырнёмся туда. Сходим. Потом вправо там карман. Да и здесь покружим. А вот даже вишни. Точно где-то был дом. Приступим. Ну что, друзья. Перекур. Расскажу вам историю о куче денег. Это исторический факт. В давние времена, давно это было, во времена царизма, Ломоносов получил, так сказать, премию, вознаграждение от Елизаветы Петровны за то, что написал оду в её честь. К очередной годовщине восхождения её на престол. Елизавета прочла, ей понравилось, и она лёгким движением царской руки велела выдать ему премию в размере ни много ни мало две тысячи рублей. Если бы в то время была Бентли, он бы его купил. Ну, приехав забирать своё, так сказать, вознаграждение, Ломоносов столкнулся с той проблемой, что в казне в тот момент не было денег, в смысле рублей, но слово цариц и закон, и ему выдали всю эту сумму медными монетами. Представьте, медными монетами. В разных источниках вес данного вознаграждения разный. Минимально я нашёл около тонны, около тонны, максимальный 3200, 3 тонны 200 килограмм. С чем это связано? Да потому что разные люди считают по-разному. Некоторые считают, если дали вознаграждение там монетой деньга, это один вес, если двушками второй вес, если пятаками третий, но исторический факт в том, что дали именно медными монетами, потому что серебра в тот момент не было. Если даже взять, что это была тонна, представьте, тонна денег. Ломоносов нанял грузчиком, нанял телеги, погрузили это всё и привезли домой. Дома это всё заносили в дом вёдрами. Деньги вот так раз, раз, черпали вёдрами и носили в дом. Куда он их потратил, история умалчивает. Но если честно, между нами меня интересует не этот вопрос, куда он их потратил, а другой. Никто случайно не знает, где жил Ломоносов при Елизавете Петровне. Представьте, сколько там было батеряшек. Вот такая вот история. Пойду помою руки, попью водички и ещё покружим. Не переключайтесь. Раз. Во. Я и нашёл эта ходячка. Судя по состоянию, и потеряли недавно. Ну, как-то так. Наверное, те, кто сенокосиль. На бензин, конечно, не будет. Но заберём. У васильки, у васильки, у васильки, цветочки. Хо-хо-хо, у нас на ходочках. Ну, это уже десятое здесь. Всё, мусор, мусор, мусор. И, наконец-то, и, наконец-то, та-та-та-том. Во. Чуйка нас с вами не подвела. Это монитосина. Маленькая. Ну, ой. Ну, била как. Империя. Ты империя? Николай? Ну, если с этой стороны Николай, значит, с той стороны денежка. Так, не будем разводить грязь, секунду. Да, это денежка 1854. Здесь вензеля Николая. Николай Первый. Ну, состояние так себе. Но всё равно империя. Хо-хо. Карман. Однозначно у карман и дальше у кусты. Пойдёмте. Шалковица какая стоит. Давно я никто не обрезал. но плоды будут такая какая-то раскорючка. Там ещё одна. Вот здесь где-то по-любому был домик. Там внутри место для отдыха наверное местные жители сделали. Я там уже был, но там пробки, шмобки, всё такое. вот здесь наверное был домик, но уже увы. Здесь не походить. Крапива такая дала мне мёду. Говорят, крапивой надо биться, чтобы молодеть. я так ноги обжёг, что зачем так молодеть. Теперь хоть танцуй. Так, пойдёмте дальше. А никуда мы далеко не пошли. вот первым сигналом выкопал такую вот гильзу под этой же шалковицей. Чего за гильза не знаю. Может кто-то чего-то рассмотрит, но не о гильзе. Был красивый сигнал монетный, империя, ну или совет. вот смотрите, вот тебе и шалковица. Монетка ты кто? Признавайся. Вроде Николашкина. Трёшка наверное. Так. Just moments. Да, стопроцентно это 3 копейки наверное Николая второго, но тереть не буду. А вдруг она в неплохом сохране. Но обязательно почищу и вставлю вам видео, чтобы вы могли видеть чего мы нашли. Пойдёмте дальше. Будем продвигаться к машине. Время. Смотрите, то ли это земляника цветёт, то ли одичавшая клубника, но её здесь много и цветёт. И по ней точно лазят пчёлы и разные букашки. Запомню где была. Приеду когда поспеет. Витамины. Пойдёмте. Летает, летает, летают. И полетел. Ну что, друзья, на сегодня всё. Находился. Жарко уже. Таймошки дают дрозда. Крем забыл. от комаров и разных кровососучих. Сказать, что сегодняшний коп удался, это просто промолчать. Сегодняшний коп будет стоять у меня пока что на первом месте в этом году. Потому что благородный металл есть благородный металл. Я не знаю, что сказать. Эмоции переполняют. Ноги хотя и болят, но впечатлений уйма. Хочется домой помыть, пофоткать, похвастаться жене. Фух, классный. Хотя выкопал очень много таких сигналов, потому что те, кто находил, знают, золото бьет как пробки, как советы, как непонятно что. Потому что смотря как лежит и от размера, но мы его нашли. Хо-хо! Так что, если вам видео понравилось, ставьте палец вверх. Если не понравилось, проходим мимо. Я постараюсь это пережить. подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые увлекательные видео. Я надеюсь, наши с вами мега находки еще впереди. Мы их обязательно с вами отыщем. Счастья вам, здоровья, любви, процветания. Всего самого лучшего. До новых встреч. Пока-пока! Ну вот так у нас с вами есть грибами. Не помню, как они называются, но в детстве мы такие вроде бы собирали. Я надеюсь, это грибы не те, что можно кушать один раз. Вот так вот по сегодняшним находкам. Три копейки Николая, я думаю. Потом одна копеечка Александра, неопознанный как Алик, звездочка Октябренка, пломба, деньга, денежка, трешка тридцать первого, пятачок пятьдесят шестого, ходячка, кусочек крестика и две копеечки Александра и гвоздь программы рыжик, рыжик, обручальное колечко, красотень. Вот как-то так. Сегодня мой день. Подписывайтесь, не пропустите новые видео. Удачи вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова